Важная победа одержана в Челябинской области. Дело в том, что жители Челябинской области, которые проживают в городе Миас, выяснили, что рядом с их любимой горой Круглая, которая располагается всего в 10 километрах от Миаса, собираются строить горно-обогатительный комбинат. Более того, работы уже вовсю идут. Данное известие повергло жителей в шок. Они создали петицию и главным требованием стало запрет на строительство ГОКа. Но почему же жители недовольны? Новый ГОК приведет к уничтожению природных экосистем и в самом Миасе, и в его окрестностях. И вместо чудесной природы будет ядовитая почва и вода. В результате строительства ГОКа будет загрязнен и сам Миас, и акватория Иремельского водохранилища. Жители Миаса провели с представителями ГОКа встречу, на которой потребовали прекратить стройку губительную для природы. Неожиданно жители поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который распорядился прекратить стройку. Дубровский заявил, надо понимать, что все подобные проекты таят в себе самые разные риски, но прежде всего экологические. Поэтому я настаиваю на неукоснительном соблюдении инвесторам законодательства и процедур. Есть разрешение на геологоразведку. Введите геологоразведку. Но сейчас там без каких-то на то разрешений ведется капитальное строительство. Этот факт установлен и это недопустимо. Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены. Такое заявление со стороны губернатора в современной России просто фантастическое. И на мой взгляд губернатор, пометуя активную кампанию против Томинского ГОКа, просто испугался аналогичного протеста еще и в Миасе. Вот почему сделала такое правильное заявление. Ну, я не устаю повторять, что правильная гражданская активность, она на самом деле очень здорово оздоровляет отношения между народом и властью и даже очеловечивает некоторых представителей власти. Тактическую победу одержали также и жители Архангельской области, а именно они остановили работы по строительству полигона ШИЭС. Дело в том, что у нас есть такой совершенно безумный план, а именно ввоз в Архангельскую область на ШИЭС вагонами железнодорожными мусора из Москвы. Естественно, этот безумный проект вызвал резкое недовольство местных жителей, и они начали активную кампанию сопротивления. Активисты, они не только останавливают вот эти вот стройки мусорного полигона в ШИЭСе, но и выступили инициатором протестной всероссийской акции «Россия не помойка», в которой приняли участие тысячи людей из 30 российских регионов 3 февраля. И итог этой акции был просто замечательный. Буквально через 4 дня, 7 февраля, Ростехназор Архангельской области проверил стройку мусорного полигона в районе станции ШИЭС. Оказалось, что у инвестора нет ни проектной документации, ни разрешения на строительство. Проверку инициировали, конечно же, местные жители. Они обратились в ведомство с заявлением о нарушениях при строительстве. В отношении компании «Технопарк», которая осуществляет строительство, составлен протокол об административном правонарушении. А материалы дела направлены в арбитражный суд Архангельской области. А в Ашкирии уже 4 месяца настоящая экологическая катастрофа. Люди задыхаются от ядовитого смога, потому что горит карьер. Город Сибай задыхается от смога горящего карьера. Концентрация ядовитых веществ, таких как диоксид серы, превышает ПДК в десятки раз, вызывая очень тяжелое состояние, вплоть до отека легких. И жители неоднократно обращались к региональным властям. Они передавали документы в виде обращения в Москву. Сибайский карьер принадлежит Учалинскому горно-обогатительному комбинату УГОК, филиалу Уральской горно-металлургической компании УГМК, скандально известной по проекту добычи никеля в Черноземье Воронежской области на хапре. Но я напомню, что когда жители Воронежской области столкнулись с этим проектом УГМК, добычи никеля в Черноземье, они организовали активнейшую кампанию сопротивления, и они поселились просто физически в экологическом лагере и физически сопротивлялись незаконным работам. Тогда вот это движение в защиту хапра вызвало огромный общественный резонанс. Но, вероятно, урок не прошел впрок для УГМК, и они продолжают гадить природу и создавать невыносимые условия проживания для местных, которым не посчастливилось жить рядом с предприятиями УГМК. И 27 февраля в Сибае прошла встреча в Рео главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора УГМК холдинга Андрея Казицына. Ну, хотелось бы сказать, что встреча была с жителями, но, к сожалению, не всех жителей на эту встречу допустили. И, например, активиста Ильшата Муртазина задержали на входе ЦДТ, где проходила встреча с Радием Хабировым. А тех активистов, которые все же смогли прорваться на встречу, гендиректор УГМК тут же оскорбил, назвав провокаторами. На встрече жители рассказали в Рео о серьезных проблемах со здоровьем, с которыми они сталкиваются из-за ядовитого воздуха, которым вынуждены дышать из-за горящего карьера. Одна из активистов рассказала, что вот в 17 февраля приводились замеры, которые показали, что нормы ПДК превышены в 14 раз. А результаты этих превышений трагические. У людей резко ухудшается здоровье, начинается кровотечение из носа, рвота, пневмония. Люди вызывают скорую, а врачи ставят неверный диагноз – ОРВИ. Вот хотя симптомы ему никак не соответствуют. Врачи, вероятно, боятся ставить реальные диагнозы, чтобы у людей просто не было возможности доказать вред здоровью от горящего карьера и потом предъявить претензии у ГМК. Выслушав жителей, представитель власти с говорящим именем Радий, послал жителей на три буквы, а то есть в суд. Ну, понятно, что российский суд будет рассматривать претензии жителей Сибая бесконечно. И совершенно очевидно, что до тех пор, пока жители Сибая не будут так же активны, как жители, например, той же самой Архангельской области, и до тех пор, пока они будут передавать какие-то тяжбы в суде, никакого результата не будет. Жители Сибая возмущены, что не будет никаких компенсаций, ущерба их здоровью из-за проблем на карьере, принадлежащем УГМК. И в то же время прошла информация, что на коллегии Минпрома Башкирии обсуждались меры о господдержке предприятиям, которые выражаются в том, чтобы УГМК получил освобождение от налога на имущество и пониженную ставку на прибыль. И что же мы имеем? А получается, что за то, что ты травишь россиян, ты получаешь за это еще и налоговые поблажки. Быть активистом можно по-разному. Можно выходить на акции протеста, можно распространять информацию в социальных сетях, можно делать фотографии, можно писать статьи, а можно подписаться на канал Активатики в Ютьюбе. Подпишись на канал Активатики в Ютьюбе. Стань активистом!